И Душевая Господа, и вся внутренняя Моя, Имя Святое. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Обратимся сегодня к Евангелию. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это слова Спасителя. Любовь уничтожается беззакониями. Чем больше грехов, тем меньше любви. Где все грехи, там не ищи любви. Стало быть, и взыщет, кто распространение любви и сокращение нелюбви. Тот должен позаботиться об умолении грехов и о сокращении области грехолюбия. Вот настоящее начало гуманности. Приняв его, надо принять и все способы, какими можно противодействовать греху. Грехи вовне – плод внутренней греховности. Внутренняя же греховность вся коренится на эгоизме с его исчадиями. А следовательно, дорогие, гуманистам надо в закон себе взять такие порядки, какими подавляется эгоизм. А эгоизм сильнее всего подавляется недаванием себе воли греховной. Не давай себе воли и скоро одолеешь эгоизм. И напротив, какие хочешь употреблять средства против эгоизма, ничего не сделаешь с ним, если будешь давать свободу своей воле. Отсюда следует, где ищут волюшки во всем. Там ищут и расширение эгоизма, и иссякновение любви. Ищут большего зла. А между тем, таков дух нашего времени, и зло растет неуклонно. Будем же, дорогие, искать боли любви, подавлять в себе греховные наклонности, не давать себе воли во грехе. Ибо греховная воля ведет нас от Бога и закрывает любовь к Богу. А без любви к Богу нет любви и к ближнему. Ибо мы с вами образ и подобие Божие. Возлюбим же друг друга, дорогие, и будем творить любовь. Засим прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. Будьте здоровы и Богом хранимы. 11 октября во вторник православные верующие вспоминают преподобного Харитона-исповедника. Он пострадал в Икании во время гонений на христиан при императорах Галерии и Максимиане. Исповедник терпел жестокие мучения, но по промыслу Божью остался жив. Когда гонения утихли, святого освободили, и всю свою жизнь он посвятил служению Господу. Однажды его схватили разбойники, они связали святого и бросили в пещеру. В ожидании смерти Харитон молился. В это время в пещеру заползла змея и напитала своим ядом вино разбойников. Вернувшись в пещеру, злодеи утолили жажду отравленным напитком, и все до одного погибли. А преподобный Харитон остался жить на месте своего чудесного спасения. Награбленное разбойниками золото он раздал нищим и в монастыри, а в пещере устроил церковь, вокруг которой со временем образовался монастырь, знаменитая Фаранская лавра в Палестине. Преподобный сам составил строгий устав для своей обители. Стремясь к уединению, Харитон ушел в пустыню и основал еще два монастыря. По преданию, именно преподобный Харитон составил чин иноческого пострига. Скончался исповедник в глубокой старости и был погребен в фаранской обители в церкви, построенной на месте разбойничьей пещеры. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова